Здравствуйте, уважаемые друзья! Интересный сегодня вопрос у нас. Реально ли поступить на PHD в Канаде молодым кандидатом наук из Украины по специальности История? Хороший вопрос. Самое интересное, что не совсем понятна цель. В каком плане непонятно? Потому что если человек закончил нормальный украинский институт или ВУЗ, который воспринимается серьезно в Канаде, то его кандидатская степень автоматически приравнивается к канадскому PHD. То есть зачем человеку делать второй PHD в Канаде, непонятно. Но как бы то ни было, это личное дело вас спрашивающего. А что касается ответа на вопрос, никаких проблем совершенно нет. Вы должны найти университет, который вам близок по специализации, потому что в разных университетах разные составы преподавателей, которые специализируются на разных моментах истории. Соответственно, вы должны списаться с потенциальным вашим научным руководителем для того, чтобы понять, насколько он вас будет заинтересован. Потому что без заинтересованности в научном руководителе, по большому счету, варианта никакого нет туда подаваться. Вас просто некому будет ввести. Если вы найдете такого человека, который с удовольствием за вас возьмется, то вы подаете документы в этот самый университет. Университет конкретно вам скажет, что вам необходимо предоставить для того, чтобы быть защищенным в качестве студента третьего цикла, студента на докторскую степень. Дальше вы сдаете тест по языку, если требуется. Если не требуется, то прекрасно. И, собственно, все. Вам приходит письмо, в котором вас приглашают на учебу. Вы дальше подаете документы на студенческую визу. И по студенческой визе вы спокойно едете учиться. Если вас все-таки интересует просто возможность трудоустройства в академической среде, занятия наукой в Канаде, а не столько вопросов поступления на ДХД, то я бы вам рекомендовал рассмотреть вариант учебы на постдокторской программе. Эти программы, как правило, в зависимости от вида исследований. дают стипендию на год или на два, 25-40 тысяч, по-разному. И в течение года-двух вы занимаетесь какой-то научной темой, живете в Канаде, ездите по Канаде и тому подобное. То есть вы делаете исследования для какого-либо университета или фонда на заданную тему. Тем самым вы имеете возможность получить канадский опыт, вы попадаете в академическую среду Канады и вы зарабатываете деньги. То есть мне кажется, такой вариант он более предпочтительный. Единственное, что поскольку я не знаю вашу ситуацию, очень часто пишут в объявлениях на эти самые постдоки, что человек должен получить свою степень не позже, чем 5 лет до даты подачи на этот самый постдок. То есть если ваша диссертация кандидатская прошла больше, чем 5 лет назад, то у вас могут быть проблемы. По формальным признакам вас могут туда не взять. Но как бы то ни было, это отдельная ситуация. Если вас этот вопрос интересует, то задайте мне этот вопрос еще раз, и я на эту тему еще раз поговорю более подробно, более детально. Как бы то ни было, еще раз возвращаясь непосредственно к этому вопросу. Человек, который имеет докторскую степень по канадским меркам, то есть кандидатскую по нашим постсоветским меркам, он имеет право совершенно спокойно поступать в любой вуз. Основанием для поступления будет являться его кандидатская степень в украинском университете, в украинском институте. И все, собственно. Дальше чисто технический момент. Никаких проблем, никаких сложностей для того, чтобы все это дело получить, добиться у вас не будет. Надеюсь, на вопрос ответил. Желаю вам всего самого хорошего. Удачи. Надеюсь, до встречи в канале. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»